МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павел один из тех, кто купил здесь квартиру. Говорит, управляющая компания «Квартал» подмяла под себя этот дом незаконно. Он считает, что уведомление о проведении общего собрания жильцов было выполнено с нарушением жилищного кодекса. Ни точного времени проведения, ни конкретного места указано не было. За это и зацепился, обратился в прокуратуру. Павел уверен, что лучшим способом выбора управляющей компании был бы конкурс. Именно это в интересах жильцов, когда фирмы борются за дом и предлагают лучшие условия обслуживания за меньшую стоимость. Они, например, принуждают подписать договор. То есть они говорят, придите к нам, подпишите договор. Люди к ним приходят, они дают договор и отдельно лист подписания. То есть договор не подписан, не прошит. То есть люди непонятно, они подпишутся, а потом можно вклеить куда угодно будет этот листик. Это как бы неправильно. Павел подозревает, что «Квартал» был выгоден застройщику. Строители дают гарантию на дом 5 лет. И чтобы не пришлось ничего переделывать, тратиться, строители и выбрали нужную управляющую контору. Связь компании и застройщика очевидна. Многие дома «Квартала» – это именно новостройки. Здесь говорят, что с застройщиками их связывают исключительно деловые отношения. А заочное собрание жильцов на караульной 38 проведено по закону. Согласно всех графикозавселения, собственники получали протокол, бюллетнию голосования, и на них голосовали. И собственноручно подписывали. Никаких подделочных подписей нет. Я за это отвечаю. Проблема эта характерна для всего Красноярска. Мало кто знает, что при заселении в новую квартиру не обязательно сразу подписывать договор с первой встречной управляющей компанией, лишь бы получить ключи от заветного жилья. В таком случае собственники почти не имеют возможности составить договор обслуживания на своих условиях. Администрация района обязана провести конкурс по выбору лучшей жилконторы. Но такие конкурсы в городе почти не проводятся. Управляющие компании в таких случаях, когда подделывают протоколы, стараются навязать именно пятилетний срок договора и расторгнуть его может быть большой проблемой для самих собственников. Поэтому ключевой момент как разручается в том, чтобы администрации всегда проводили эти самые конкурсы, как этого требует жилищный кодекс. То есть в течение 20 дней после введения дома в эксплуатацию должен быть объявлен конкурс, и не позднее, чем через 40 дней должен быть этот конкурс проведен. Добавлю, Павел намерен бороться с кварталом до конца. Планирует обратиться в суд. В доме обнаружены недоделки, на которые управляющая компания не обратила внимания. Установлено коммуникационное оборудование без согласования жильцов, и не установлены счетчики учета тепла, которые должны быть по закону. Начинать совместную жизнь с кварталом с такого у Павла желания нет. Виталий Поляков, Дмитрий Кудько, Афонтова новости.